А как вы оцениваете к успехам энтузиастов-крионики в России, это вот компания Криорус, как вы оцените их деятельность, перспективы? Дело в том, что это молодая компания, которая была создана энтузиастами. Дело в том, что я хочу закончить мои исследования в Америке, потому что они уже по существу, я там все сделал в Америке. И хочу переехать жить в Россию, где-то может быть там с февраля месяца, и помочь развитию Криоруса, передать технологии института Крионики Криорусу. Но для этого можно найти спонсоров, чтобы помочь развитию Криоруса и технологии Криоруса. Хорошо. Наверное, инвестор все-таки, это может быть и выгодным бизнесом. А это вообще может быть бизнесом? Да, это, конечно, надо все найти. А как вы правили, что вот или всегда, чтобы это было общество энтузиастов, или все-таки, чтобы это был бизнес? Ну, здесь некоторые спонсоры, с которыми я общался, они категорически говорят мне, чтобы был бизнес. Вот. Но я считаю, что на первых порах надо все-таки развивать и бесприбыльный бизнес. И вот в том, что в Америке он бесприбыльный. Вот это надо очень подчеркнуть. Потому что на самом деле, даже владельцы американских компаний, они верят в саму Крионики. Для них ценность Крионики, точнее, того небольшого шанса, чтобы ожить в будущем, гораздо более высока по сравнению с любимыми деньгами мира. Да, да. Если бы, например, нашлись такие энтузиасты, чтобы вместо полететь там на 2-3 дня неделю в космос и заплатить за это 25 миллионов долларов. Если бы вот нашелся такой энтузиаст и дал бы Крионике 25 миллионов долларов, технология была бы намного-намного лучше. Наверное, Юрий Игоревич, нам нужно быть самим сторонником.